Так, нам представляют гостя. Да, еще раз обратим внимание, что, конечно, опытный боксер, 22 победы за плечами на профессиональном ринге, это немало. Тем более, основные бои, основные соперники были там, за океаном, в США, в Мексике, а это всегда очень серьезные конкурентные бои. Ну а теперь очередь представить нашего боксера Сергей Лепенец. Бойцу 25 лет, рост 170 сантиметров, вес 63,8 килограмма. 25 лет, он стоит 170 сантиметров, стоу, официальный вес 63,8 килограмма. И его национальный рекорд, при боя, при победе и обновленность поражения. Вот его наставники, афакуны, как можно сказать, рядом с ним в ринге, которые очень хорошо начали его профессиональную карьеру, помогают ему во всем. Причем, эти три человека, вот которые сейчас в ринге, рядом с ним и за ним, полностью взяли на себя заботу о его продвижении в профессиональном боксе. Так называемую промоцию. Да. Лиза не обезернула. Какое будет интересное, я вам хочу сказать, что там мексиканцы всегда настроены везде, всегда на бои. И поэтому, наверное, сейчас будет очень интересно. Они воины, да, как правило, с молодых лет, многие с 15-16 лет начинают свою профессиональную карьеру, мы с ним сталкивались. Ну, там, получается, надо выжить. Да. Да, выживает сильнейший. Выживает сильнейший. Эта тенденция у них осталась, есть и, наверное, будет, но для бокса они просто приносят огромный труд. Александр Калинкин, рефери в ринге. Итак, давайте смотреть. 8 раундов. Да, Серёжа, хорошо. Вот самое главное с мексиканцами не оставаться на средней дистанции. Чуть-чуть шаг назад и всё. Уже мексиканцы не делают шаг вперёд. На месте бросаются. Мы уже видим, что поединок чуть-чуть отличается один от другого. Ну, разного уровня боксёры, эти вот повыше уровня. Да, конечно. И поэтому нам интереснее будет. Я думаю, зрители тоже будут заинтересованы. И очень приятно, что здесь у нас, в нашей столице проходят такие бои. Потому что мы учимся, мы видим. И все заинтересованные люди, которые смотрят бой, оказывается, у нас есть боксёры. Кажется, у нас есть боксёры. Оказывается, ну, это уже, в общем-то, не такая большая новость для всех любителей бокса, которые регулярно сейчас посещают турниры, регулярно смотрят телевизионные трансляции. Ну, и что у нас появился, уже есть, и в определённой степени зарекомендовал себя профессиональный бокс. Потому что любительский бокс с давних-давних, ещё до военных времён, всегда был одним из любимых спортов у нас в стране, у болельщиков. Ну, вот, с начала 90-х годов, с конца 80-х даже будет, точнее сказать, начал появляться, у нас начали появляться ростки профессионального бокса. И те наши любители, которые рискнули и пошли в это неведомое для них плавание тогда, да, очень неплохо себя зарекомендовали. И эти люди, которые, в общем-то, были первопроходцами, они до сих пор, их имена на слуху, и надо отдать должное, они делали вот те первые шаги, они прорубали то окно профессиональный бокс, которое сейчас вот ввелось в то, что мы видим. Мы видим, да. Ну, первый раунд даже показывает то, что без всякой подготовки Серёжа начал атаковать нашего соперника. Хороший, видите, левый прямой. Он намного разнообразнее, да? Разнообразнее, да, чуть-чуть. Чувствуется контраст между этими двумя боксерами. Видно, что мексиканец не имеет того базового, базовой школы. Да, да, фундамента этого нет. Да, и ноги стоят, ну, у мексиканцев всегда стоят ноги, они никогда не двигаются. Я имею в виду, что сформятся работа рук и ног. Ну, опять-таки. Ну, опять-таки. Второй раунд. Раунд два. Ну, что ж, давайте смотреть. Второй раунд. Напоминаю, Сергей Лепихин против... Лепинец. Сергей Лепинец, да. Видите, у нас Лепихин тоже. Поэтому я тут ошибся. Извините меня. Даниэль Ламели, наш гость из США, мексиканец, который живет в Калифорнии. Первый раунд, думаю, у наших экспертов не оставил сомнений в том, да, кто выиграл, кто был лучше первые три минуты. Сережа, сейчас только не увлекаться чуть-чуть. Не застаивается после атаки делать шаг, контрразрыв. Хорошо добивает. Может даже... Очень хорошо. Ну, мексиканские боксеры, они обычно всегда очень терпеливые. Нет, терпеливые, вы знаете, к ударам. Нет, не надо этого делать. Ну, спокойно, спокойно подходить. Если он услышит нас, я думаю, так и будет. Вот так. Великолепная левая прямая, все время проходит в голову. Вы знаете, вот с первых секунд до боя, по первому раунду, было видно, что наш боксер, в общем-то, не раскачивался, да? Он как-то сразу взял бой в свои руки, повел, стал агрессивным в меру, сделал все, что... ну, как надо. Ну, так, наверное, настроили тренера, видя своего соперника, они знали. Ну, мне кажется, тут еще... я уже говорил, что он выступал как и боксер, доходил до довольно высоких титулов. Да. То есть, вот профессиональный ринг, он уже пощупал, он знает, что это такое. Конечно. И зрительская аудитория, ведь это, конечно, сказывается. Большая соревновательная практика, я так вижу. Да. Он выходит и сразу начинает свою работу делать. Он делает свое дело. Выходит и начинает... И он четко знает, что делать. Да, да, да. Но мексиканец меня вот несколько разочаровывает, если честно. Мы не видим той агрессии, да, через край, которую бьют обычно этих парней. Вы знаете, вот и почему, я говорю, мне приходилось с ними боксировать. Они очень терпеливые. И они раскручиваются к третьему, к шестому, пятому раунду. И посмотрим, что будет четвертым, пятым, если Сережа не приложит максимальное усилие. Да, если он засрочно закончил этот бой. Ну вот, мексиканец пошел в контратаку. Остался у канатов почему-то Сергей. Не надо, наверное, было этого делать. А может быть и стоит попробовать. Дать вымахаться? Дать помахать, посмотрите, что он может. Ну, сейчас сам Сергей промахнулся, да. Только мы начали говорить о том, что... Не в меру миролюбия у мексиканских гостей. Оказается, нет. Может он и атаковать тоже. И раунд достаточно ровный. Да. И раунд достаточно ровный. Нет. 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 На камбинате, Георгия. Георгия. Третья раунда три. Ну что ж, второй раунд несколько выровнялся, да, выровнял, вернее, рисунок боя. Посмотрим, что будет в третьем раунде. Во всяком случае, то, что во второй половине второго раунда делал мексиканец, дало повод нам подумать, что бой станет более конкурентным. Более-менее показал зубы какие-то. Остановился, сам пошел вперед. Если вот Сережа сейчас тактически подходит, показывает, и делает так назад. Если вот он будет делать это, и потом дальше возвращаться. Вот так, вот, видите, потянул, ударил, вытянуть. Самое главное раскрыть его. Чуть-чуть потянуть, раскрыть. Вот, видите, смотрите. Мы уже видим другую поединку. Вот это называется тактика введения боя. Великолепный. Хорошие перспективы просматриваете. Прекрасный справа. Еще один. Все видит, очень четко все делает, да? Да. И видно, что вот он не просто там идет вперед, да, наваливается, что-то все в каждом движении видна мысль. И заряжен, видите, на правой сбоку, заряжен. Но это очень хорошо. Ловит его. Да и джеб хороший, я так смотрю. Ну, видите, очень прекрасно, наверное, тренера подсказывают ему. И тактика третьего раунда изменилась совсем. Видите, он не стоит. Все время движется. После атаки отходит назад. Вот. Наша школа и американская школа. Люди вот такие разные. Разные полюса. Раньше было интересно сравнивать, да? Я вспоминаю те времена, когда были матчевые встречи СССР-США. Регулярно проводилось там, здесь. Вообще тот бокс вспоминается, конечно. Было с чем сравнить. Разные школы было с чем сравнить. Да, и проводились полюса. Не было тогда у нас профессионального бокса. Но, честно говоря, мы не чувствовали, да, вот того, что нам в этом деле спорта чего-то не хватает. Потому что любительский бокс был тогда очень интересный. Очень интересный. Были великолепные боксеры, команды были замечательные. И американская команда была под стать нашей командой. И кубинская, и вот это вот, и бокс был красивый. Остался у канатов на какое-то мгновение мексиканец и решил так ожесточенно огрызнуться. Молодец. Шаг назад, и он проваливает. Видите, все делается. Все, все от элементарного. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну и Серёжа показывает это. Прекрасное физическое удовольствие. Вот рисунок боя от этого становится интересным, наверное, что может у нас боксер. Не будем забывать, что это всего лишь четвёртый профессиональный бой. А для дебюта, в принципе, много есть что за плечами, да? Да. Это номер 6. Вот я хотел бы продолжить ту мысль, которая была вами высказана в предыдущий раз. То, что в нашей стране появился профессиональный бокс. Его возродили и как бы развивали все те люди, которые хотели сделать профессиональный бокс на высшем уровне. Вот это сейчас даёт нам плоды. То, что вот сейчас мы видим, наблюдаем. Ну да. И то, что стали появляться мощные промоутерские компании. Такая как мир бокса. Конечно. Которая сейчас вот взяла лучших наших боксеров под крыло. Андрей Ревинский молодец. За довольно короткий срок создавал такую мощную компанию. Здорово. Попал, отошёл. Очень правильно сделал. Потому что вот здесь мексиканские боксеры, даже если он пропускает, он всё равно бьёт. Они хорошие в обмене, да? Можно, но вряд ли услышат. Хороший левый сбоку. Вот так. Легко и жёстко. Вот так. Здорово. Очень хорошо. Вот это вот прекрасная работа. Великолепно. Вот здесь он получает огромную практику в этом. И снова левый боковой мощный. Почувствовал Сергеевич. И Вовлина выходит из атаки. Вовлина выходит, возвращается. Сам не получает удар, и это важно. И застаивается. Да, да, да. Вот так. Причём, посмотрите, и начинает бить в корпус. Вот снова мы видим попытку удара. Вот, да. И с переходом в голову надо. Левый по печени, правый в голову. Великолепно. Ну, нам здесь легко с вами. Понимаете? Снова хороший правый такой боковой через руку кросс. Пока был свеж американец, он что-то мог ответить для нас сделать. Ну, сколько ударов поймал, а? Состоит чистых, да. Честых, да. Вот только что левый боковой опять. Чёткий такой был. И жёсткий довольно. Правый боковой. Видите? Но всё равно хочет поймать Серёжа на атаке. Хороший. Ух, по печени. Ну, уже, уже, конечно, наш гость в очень тяжёлом состоянии. Это видно даже вот так, если присмотреться, да? Его взгляду. Удар на скрытся справа. Патриарх. Просто на грани начался. Остался в углу. Пытается, пытается контратаковать, что, в общем-то, не даёт повод Александру Калинкину, да, установить бой. Потому что каждый раз он в какой бы тяжёлой ситуации не оказывался, а всё чаще-части они возникают. Но всё равно Мексиканин не останавливается. Пытается показать что-то в ответ. Великолепный по печени чёткий удар за 10 секунд до конца. Великолепный поучительный поединок. Сейчас чуть ниже пояса был удар. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Это был ноздал. Это был ноздал. Прямо с гонгом. А перед этим, не забудьте, буквально за 6-7 секунд до этого был точный удар Петя. Да, да. Очень тяжело в этом раунде происходит, конечно, нашему гостю. Очень тяжёлый для него раунд. По-моему, не горит желанием он продолжать поединок. Да, потому что два таких удара пропущены, оба в туловище. И восстановиться за минуту от этого даже болевого шока будет очень тяжело. В хорошем состоянии Серёжа. И выглядит очень здорово. В отличие от американца, он не так утомлён. Видно, что он в общем-то своё удовольствие вот так всё делает. У него всё получается, почему бы и нет. Мне понравилось. Что сейчас подсказывает тренер? Видите, как чуть хуже левый сбоку, правый повторить и всё. Вот то, что вот не хватает в данный момент. И сейчас посмотрим, что будет делать в этом раунде Серёжа. Тяжело встал американец. Мне кажется, что если сейчас одно тяжёлое попадание он пропустит, он прекратит бой. Я вряд ли думаю, что из угла это сделают. Но всё-таки седьмой раунд и уже хочется домой. Во-первых, хочется домой. Во-вторых, никто не упрекнёт, что ты заранее сдался. Видите, всё, вот Серёжа выполняет чёткие указания тренера. Смотрите, тактически, грамотно построен бой. Очень разнообразно. Ну что ж, друзья, я вас поздравляю. Очень перспективный боксёр в полусреднем весе появился, да, в нашем профессиональном боксе. А в общем-то, в российском и советском боксе это был всегда наш вес. Да, вот 63 килограмма, 67 килограмм. Да и сейчас, в общем-то, остаётся профессиональным тоже. Вот Костя Дюгак взял 63 с половиной. Средние весовые показатели российского мужчины. Кстати, да, совершенно верно. Ну, будем говорить не только Костя, но и Артубек Назаров, Юрий Арбачаков. Но они чуть полегче. Ну, это понятно, но тут два килограмма. Они вообще первые. Да, два килограмма не имело разницы. Ну, прекрасно, прекрасно, молодцы. Ну да, остановился. Всё, да? Всё ясно, всё. Отказывается. Всё правильно делает Александр Калинкин. Да. Останавливает этот бой в седьмом раунде. Технический нокаут, друзья. Я ещё раз повторюсь, технически правильно построена тактика ведения боя. И вот Серёжа вот добился своей победы. Ну что ж, я поздравляю вот всю команду Сергея Липенца, который уже здесь в ринге, рядом с ним. Хорошая работа. Действительно, нашли парня, да? Хорошая работа команды. Команды, да, именно команды. Нашли хорошего парня, привели его в профессиональный бокс. И ведут как надо. Ведут как надо, и замечательно. Всё мы увидели. В общем-то, результат налицо, друзья. Ещё раз хочется поздравить всю команду, что молодцы. Молодцы, да, поздравляем их, и они очень хорошо. И все радостные, ну, в первую очередь, тренер. Почему? Потому что по его лицу можно понять, что его ученик сделал всё правильно, то, что они готовили поединку. По лицу тренера всегда можно определить наиболее точно, чем кончилось дело в ринге. Великолепная точка в конце. Ну вот, Александр Загорский официально подтвердил всё, что мы говорили до этого. Ещё раз поздравляем Сергея, молодец. Будем ждать его в следующих боёвах. Продолжение следует...